Миллионы долларов в месяц. Спокойно. Есть темы, которые нельзя обсуждать. Девушке легче набрать аудиторию. Сталкеры. Зачем платить за то, за что я могу не платить? О них мало что известно, но они вызывают интерес. Мы находим людей редких профессий и увлечений и узнаем от них то, что вы никогда не спросите. Есть несколько типов стримеров, если глобально разделить, условно разделить, не то, чтобы есть какой-то список. Но есть стримеры, которые берут своей харизмой, которые именно харизматичные, которые так вливаются, которых так интересно смотреть, которые юморят и так далее. Такие стримеры самые, наверное, лучшие, самые популярные, потому что народ всегда требовал хлеба и зрелищ. Они показывают зрелище, они показывают что-то такое интересное, что-то такое, знаете, что вызывает восторг, смех и так далее. Есть стримеры, которые берут своим умением. Но если мы говорим про игровых стримеров, то те, которые берут именно своим умением. Например, очень хорошо играют во что-то, какие-нибудь топ-1 мира в чем-то, топ-1 Европы и так далее. И вообще стать может каждый человек, но неважно, насколько ты хорошо что-то делаешь, хорошо играешь, ну, довольно важно все-таки обладать какой-то харизмой, чтобы людям было интересно тебя смотреть, чтобы было не скучно, да, потому что смотреть на какую-то монотонную картинку, где человек сидит, молчит, ну, не самое интересное зрелище. Поэтому харизма нужна. Нужно уметь говорить, нужно уметь ставить какую-то свою речь, нужно обладать адекватной дикцией и так далее. То есть нужно иметь хорошо говорить, нужно иметь хорошо работать с аудиторией, с большими массами. То есть не бояться, да, особо не зажиматься. Вот. И нужно, ну, нужно делать хорошо. Нужно, вообще самое главное, знаете, как и в любой профессии, нужно просто любить то, что ты делаешь. То есть нужно не идти в стриминг, потому что, ой, ну там вроде бы много зарабатывают, там вроде бы много донатят. Тебе нужно прям любить, тебе нужно вот гореть, тебе нужно хотеть общаться, тебе нужно любить большую аудиторию, большое скопление народа, быть в центре внимания, показывать то, что ты делаешь. Сложно, сложно, сложно. Сложно сказать. Я думаю, что девушке легче набрать аудиторию. В целом, в целом, ну, я вот у самых популярных стримеров, которых знаю, да, если брать там и в мире, и в СНГ, то в основном это парни. Есть несколько очень популярных девушек, там, Покемейн, Айрон Маус и так далее. И вот если взять глобальное количество, то парней больше, чем девушек, потому что в целом парней в стриминге больше, чем девушек. Но я думаю, что девушке легче набрать аудиторию с нуля. Ну, во-первых, потому что она девушка, как бы это ни звучало, потому что, ну, вот такая тоже культура из серии. Ну, приятно смотреть на миловидные, красивые такой личик, который еще там с таким милым голосом там что-нибудь говорит, что-нибудь делает. Вот. Ну, и вторая причина. Да нет, на самом деле это основная причина, потому что, опять же, безусловно зрители это парни. Вот. Парни любят больше смотреть на девушек. Ну, это, ну, так нас создала природа. Вот. Поэтому девушке легче набрать, мне кажется, аудиторию с нуля. А если ты парень, ты, я думаю, что тебе нужно быть более каким-то харизматичным. У тебя есть два способа, да, набрать какую-то популярность. Либо делать то самое, ну, то же самое, что делают все. Собственно, стримеры только надо делать это лучше, чем все, в каком-то аспекте. Либо там лучше всех играть, либо лучше всех еще что-то делать. Вот. Либо ты делаешь то, чего не делает никто. Вот. Собственно, что-то уникальное, да. Вот. Вот. Но девушек, стримеров становится все больше. Вот. И, ну, опять же, на мой взгляд, мне кажется, им легче набрать просто аудиторию вот за счет того, что парням, ну, приятнее смотреть там на девушек, стримеров в основном. Ну, в основном это две, наверное, тактики. Ну, во-первых, у меня их не так много, потому что я стараюсь как-то адекватно вести, не трэш-стримы. Вот. Ну, бывает, да, залетают хейтеры и по какому-то признаку, знаете, по национальному признаку, да, который типа фу, там какой-то там нерусский стримит. Вот. Вот. Бывают хейтеры, просто хейтеры, ну, либо их банят мои модераторы до того, как я успел увидеть это сообщение, либо, если я увидел, я там, ну, стараюсь адекватно воспринимать, потому что, ну, у меня есть чувство собственного достоинства. Я понимаю, что если какой-то случайный человек что-то плохое про меня пишет, это не значит, что это так и есть. То есть я либо могу сам забанить, либо там как-то посмеяться, там, потроллить его в ответ, что-нибудь такое, либо просто проигнорировать, сказать там, да, чувак, там. Пока увидимся там в следующей жизни. Ну, просто адекватно, то есть не кричать на него, не орать, да как ты, да про меня. Нет, я понимаю, что слова случайного человека не являются истиной в последней инстанции. Хейтеры, когда заходят, они добиваются того, чтобы ты конфликтовал с ними, чтобы ты вступал с ними, там, в полемику и так далее. Ты не кормишь, знаете, говорят, не корми тролля. Вот я не кормлю троллей. Если брать от одного человека, то самый большой донат был 100 тысяч от одного человека. И если брать за месяц, то... Ну, я там один раз на турнире заработал, на мини-турнире от Blizzard, заработал там 7 тысяч долларов. Вот, это было вот самое большое за месяц. Самый маленький, ну, когда я только начинал стримить, если не брать там первые дни, первые пару месяцев, когда я уже начал, ну, плюс-минус стабильно что-то зарабатывать, это было там что-то в районе там 25-30 тысяч. Но это тогда я жил в другом городе, я жил в Оренбургской области, в Орске. В Орске там 30 тысяч в месяц, это считалось там, ну, очень высокой зарплатой. Вот, где-то там вот в этом промежутке, лично у меня, если брать популярных там, вот самых популярных стримеров, они могут зарабатывать там миллионы долларов в месяц, спокойно. Западная аудитория, она более лояльна в целом к людям, к стримеру и так далее. Там не так сильно распространено именно как-то оскорблять, как-то вот. Знаете, иногда заходит человек просто вот, чтобы там понаписать какие-нибудь гадости в чате. Вот, на Западе такого, ну, не то чтобы совсем нет, такого достаточно мало. Вот, аудитория там в целом более лояльна к стримеру. У нас, например, культура донатов, она не так сильно распространена. Люди смотрят твой стрим, они смотрят его бесплатно, собственно, и менталитет у многих людей такой, зачем платить за то, за что я могу не платить, собственно. Вот, у западной аудитории это более развито. Ну, тут, я думаю, причины понятны, потому что они в целом больше зарабатывают, они могут себе позволить. И они, у них менталитет примерно такой. Если мне нравится, что делает человек, то я могу его поддержать для того, чтобы он продолжал. Он мог продолжать делать то, что мне нравится. Ну, относятся, естественно, не ко всем людям. Есть и там в СНГ сегменте очень много людей, которые поддерживают, донатят. Вот. Но на западе эта вот культура чуть больше развита. Это ведет в сторону роста. То есть все больше и больше людей, которые, ну, понимают, что если тебе нравится то, что делает стример, то можно его поддержать какими-то там деньгами, какими-то средствами для того, чтобы ему не надо было идти на завод, и ты бы мог там продолжать смотреть его стримы, если тебе это, конечно, интересно. Есть несколько типов стримеров, да, вот про которых я упоминал. Есть несколько типов зрителей. Во-первых, помните, вот в детстве у вас, если были там брат или сестра, вот они сидели и играли в какой-нибудь, ну, не у вас лично, может быть, вот у других людей, они там играли в какую-то игру, а вы стояли рядом и смотрели, вот. Но это же все равно как-то интересно смотреть, там какие-то советы можешь давать или еще что-то. Есть люди, которые смотрят конкретную игру, они хотят, например, научиться в нее хорошо играть, ты показываешь, как это делается, собственно, они учатся и так далее. Есть зрители, которые тебя просто включают на фоне, да, то есть они занимаются какой-то своей работой, и вот у некоторых людей на фоне вот играет телевизор, у кого-то играет стрим, они слушают, они смотрят, ну, в основном слушают больше, вот. Такие, знаете, сталкеры, которые вот не пишут в чате, вот, но сталкерят просто, ну, просто слушают на фоне. Вот. Есть зрители, которые любят поболтать, пообщаться, там, со стримером, там, с аудиторией, с чатом. В основном, чаще всего вот в чате именно одни и те же ники проскакивают, потому что когда ты открываешь список зрителей, да, и ты смотришь какие-то незнакомые ники, а потом смотришь, сколько они тебя отслеживают, да, 6 лет, например, человек смотрит, у него два сообщения в чате, вот. И есть человек, который смотрит, например, не знаю, там, 3 месяца, и у него уже тысяча сообщений настрочены. Вот. То есть, ну, разные люди смотрят по разным причинам. Кому-то вот так, кому-то интересна игра, кому-то интересен, ты как стример хочется пообщаться, а кто-то просто включает на фоне как радио. Ну, во-первых, есть темы, которые нельзя обсуждать на Твиче. То есть, есть какие-то запрещенные слова, запрещенные темы, это, вот, знаете, американские N-word, P-word и так далее. Вот. Вот на эти темы в целом нельзя никому общаться. Я на стриме за 7 лет стриминга ни разу не заматерился, потому что я, собственно, и в жизни так не делаю. Вот. И плюс есть какие-то моменты, если ты стримишь какой-то взрослый контент, ну, бывает, выходит игра, вот, тот же самый Киберпанк. Когда вышел, там много матов, много каких-то там обнаженных сцен. Вот. Просто можно поставить галочку 18+, вот. И если заходят дети, то это не твоя проблема. Вот. То есть, там пишется предупреждение, что данный стрим предназначен для лиц старше 18 лет. Вот. То есть, это не проблема, можно поставить такую плашку. Но я не матерюсь просто вот, потому что, ну, вот такой вот я, собственно, человек. Вот. Вырос в семье учителей. Вот. У меня мама учитель, у меня папа учитель, поэтому тут воспитание сказывается.